Привет! Это канал Черепахи.ру Иногда нам на форуме задают вопрос Что нужно иметь у черепашьей аптечки? Это сложный вопрос, потому что аптечка формируется исходя из количества черепах, которые у вас живут Как часто и чем они болеют Живут ли они вместе или по отдельности Если же черепахи у вас бывают часто Например, вы берете отказников, лечите, пристраиваете То у вас постепенно формируется вот такая аптечка Самое главное в аптечке это кухонные весы Кухонные весы нужны для того, чтобы взвешивать черепаху Они могут быть плоские или с чашкой С чашкой даже удобнее, потому что черепаха из нее будет меньше вылезать Второй нужный предмет, если у вас сухопутная черепаха, это когтеточка Для мелких кошек, мелких собак, для кроликов Она нужна для того, чтобы постригать черепахам когти длинные Сухопутным Клюв лучше ей не стричь, это будет неудобно Для этого можно использовать обычные маникюрные щипчики Еще одна вещь, которую я очень рекомендую для приобретения Это медицинский шпатель С квадратной стороной прямоугольной и округлой Он нужен для многих вещей Для того, чтобы открыть рот черепахи Для того, чтобы приоткрыть глаз Для того, чтобы что-то подвинуть, например Если вы боитесь рукой дотронуться Также, в принципе, полезная вещь пинцет Но в основном для террариумных целей, а не для медицинских Какие же нужны препараты? Они могут вам никогда не пригодиться Но это как бы самый популярный Раствор рингеролока Если черепаха испытывает обезвоживание То есть, например, ее долго неправильно содержали Она болеет и не может, например, находиться в воде Или каким-то другим причинам, которым нужен физраствор Для нее используется раствор рингеролока Это ветеринарный препарат Продается в многих ветаптеках Если вы не сможете его найти То продается человеческий препарат Раствор рингера Но к нему нужно докупить глюкозу Тоже для инъекций Следующий препарат Это бороглюконат кальция Он нужен и сухопутным черепахам И водным В случае проблем Недостатка кальция в организме Например, при рахите При всяких метаболических болезнях костей Когда черепахи мягкие Часто переломы, какие-то вывихи Необходим именно кальций Порглюконат Он тоже ветеринарный Его аналог глюконат кальция Продается в обычных аптеках Тоже инфекционный Катазал Препарат применяется при нарушении обмена веществ Очень часто его также прописывают черепахам Которые болеют Антибиотики Самый популярный антибиотик Который у нас издавна использовался Это байтрил Черепахам применяют 2,5% Не 5, не 10 Продается также в ветаптеках И новейший антибиотик Это морфлоксин или морбоцил Это его аналог Он также ветеринарный Продается мало где в аптеках Но можно заказать на сайте ветлег В заставках по России Если вдруг вам понадобилось У черепах бывают разные реакции На антибиотики Например, байтрил очень болючий И на оба из них У разных видов черепах У разных видов рептилий Бывают негативные реакции Поэтому надо консультировать с ветеринаром И просто так от балды не колоть Но считается, что морфлоксин более эффективный Самое лучшее, что надо иметь реально каждому То, что точно вам пригодится Это комплекс элеовид Это, можно сказать, единственный витаминный комплекс Который хорошо подходит всем рептилиям В частности, ну как по черепахам в том числе Даже если ваша черепаха не болеет авитаминозом Все равно рекомендуется один-два раза в год Делать ей витаминные уколы Элеовид продается в маленьких Таких вот там Баночках по 10 мл А также больших по 100 мл Если у вас мало черепах, то лучше покупайте маленькие А также ветеринарные Если у вашей черепахи грибок То в этом случае или какие-то проблемы с кожей У водных черепах Используются бетадин и метилен синий Бетадин это поведенный йод В котором наливается воду И черепаха в нее запускается на несколько часов А метилен синий, он поливается прямо в аквариум И черепаха в этой воде как поживет До следующей смены воды Они хорошо помогают при материальных инфекциях, грибках Как дополнительное лечение, естественно, не основное Также, значит, вам пригодятся шприцы Лучше всего покупать в обычных аптеках шприцы на 0,5-0,3 Если ваша черепаха не очень большая Для крупных черепах и еще более крупных Используются шприцы на 1 мл На 5-10 мл, 2 мл Для инъекции рингера лука Используются шприцы на 5-10 кубов Потому что большой объем жидкости Также вам может пригодиться катетер Катетер используется для того, чтобы давать черепахе еду или лекарства Прямо непосредственно в пищевод Эта длинная трубочка, она вставляется в черепахе прямо глубоко в горло То есть, как можно глубже И в нее шприцом протавливают уже лекарства или еду Дело в том, что у черепах нет глотательного рефлекса Поэтому все, что вы положите в рот, она, скорее всего, не проглотит На отличие от кошек, собак, других млекопитающих Поэтому нужно именно глубоко проводить пищевод Какие еще вещи вам могут пригодиться? Если ваши черепахи часто живут вместе, травмируются, дерутся друг с дружкой То вам может понадобиться растворы термицина Или чемиспрея Или никовет алюминиум спрей Это такие спреи в баночках Которые опрыскиваются на рану После чего черепаха отсаживается от других черепах или из воды на примерно часик Пока все не подсохнет И после чего процедура повторяется Показать я не могу, потому что на данный момент у меня этих спреев нету Закончились Вот так примерно выглядят черепашья аптечка Со всеми лекарствами Необходимыми препаратами Если у вас несколько черепах То рекомендую эти препараты иметь в наличии Или, по крайней мере, узнать, в каких ветаптеках вы можете их купить В вашем городе Опять же повторяю, что если в ваших ветаптеках таких препаратов нету Они вам вдруг понадобились То лучше всего заказывайте их на сайте ветлег.ру Доставка по Москве или по России Спасибо, что смотрели ролик Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok